Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Новая серия сериала «Музыка души» с понедельника по пятницу в 19.00. Не пропустите! Поехали! Пожалуй, каждый, кто служил в армии или познавал природу в туристическом походе, прекрасно знает вкус тушёнки. Однако мясо из жестяной банки уже давно завоевало сердца миллионов потребителей. И многие из них считают, что тушёнка в нашей стране появилась только в период Второй мировой войны. Её поставляли в СССР американцы Пол Энд Лизу. Но на самом деле история легендарной тушёнки в России берёт своё начало гораздо раньше. История тушёнки начинается во Франции, где в начале 19 века талантливый механик Питера Дюрана придумал банки из пищевой жести. Уже с 1826 года после приобретения патента командование армии Великобритании включило консервы в рацион солдат. Это же потолкнуло к пуску и быстрому расширению производства. В Российской империи же производство консервов наладили в 1870 году. Но только после ряда дегустаций западного продукта. До этого несколько десятилетий правительство лишь присматривалось к ноу-хау. Не рискуя скоропалительно вводить этот необычный продукт в употребление. Мясо в жестяных банках на просторах России прижилось не сразу. А в меню солдат российской армии оно прочно закрепилось лишь к началу Первой мировой войны. Вообще именно военные годы стали толчком к расширению российского производства тушёнки и быстрому росту её популярности. Так, например, Петербург наладил выпуск сразу пять видов консервов – рагу, кашу, мясо с горохом, гороховую похлёбку и жареное мясо, говядину или баранину. Но основным заказчиком по-прежнему оставалась армия. В межвоенный период запасы тушёнки СССР были внушительными. Вот только с началом вторжения немецкой армии ими не смогли воспользоваться. Всё дело в том, что армейские склады и базы госрезерва, где и хранили консервы, располагались большей частью в западной части СССР и по большей части оказывались под контролем врага. То, что осталось, исчерпалось к 1943 году. Тогда на помощь пришёл Ленд-Лиз – госпрограмма США по передаче своим союзникам боеприпасов, техники и продовольствия. В числе другой помощи американцы поставляли в СССР и тушёнку. После войны СССР продолжила выпуск тушёнки и других консервов, но они долгие годы оставались дефицитным товаром. Получить её наравне со сгущёнкой, шпротами и растворимым кофе можно было либо по талонам, либо по спецзаказам для особо привилегированных слоёв населения. Причиной нехватки продукта была сильная ориентация его производителя на потребности армии. А в свободную продажу тушёнка поступала часто с тех же самых армейских складов, когда подходил к концу срок её годности. С распадом Советского Союза любовь отечественного потребителя к мясу из банки не угасла. Она как была, так и осталась незаменимым продуктом в условиях невозможности приготовления или долгого хранения свежего мяса. Сегодня тушёнка и консервы – не только главный продовольственный атрибут туристов и солдат армии. Ею любят полакомиться и за ужином в большой семье. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.